Итак, я предоставляю слово Юрию Николаевичу Белоножкину. Юрий Николаевич с вами встречается из Сочи. Там, наверное, солнце, теплое море. Я думаю, что хорошее настроение, которое передастся и всем слушателям, которые приходят, заходят в этот виртуальный класс и готовы вас слушать. И я тоже буду вместе с вами. Удачи, Юрий Николаевич. Спасибо, дорогая Марина Ефимовна. К счастью, я с вами хотел познать комиться с вами очно, как бывает у меня редко. Очень много знаю коллег по стране, по СНГ, да и по миру тоже, но в основном дистанционно. И я хочу сразу поблагодарить организаторов за интересные доклады и за возможность выступить сегодня. Как уже было объявлено, тема моего выступления звучит так же, чем-то пересекается с предыдущими докладчиками, как создать контент с изюминкой. Хочу сразу обратить внимание, что я в ходе доклада буду говорить не только об изюминках, но и иногда упоминать фунт лихо, а точнее о тех затратах времени, может быть, ресурсов и о тех эффектах, которые мы получаем, чтобы стремиться к большей эффективности, стараться не переутруждать себя, стараться объем нагрузки, которую мы иногда получаем, минимизировать, но не в ущерб качеству образовательного процесса. И вот я был бы рад от вас получать как можно больше вопросов, связанных с трудоемкостью и с эффективностью нашей образовательной деятельности. При этом я буду говорить не только чисто о дистанционном обучении на расстоянии, но и чаще всего буду поминать о применении дистанционных образовательных технологий в качестве поддержки образовательного процесса. Мы все как педагоги и преподаватели видим усиление важности организации самостоятельной работы студентов, ее планирование. Также все чаще видим требования, в том числе и требования при процедурах госаккредитации, связанных с наличием интерактивных видов учебной деятельности. Я надеюсь, что вот эти юринки, вот эти вот мои сообщения, обмен и практическим, и педагогическим опытом будут для вас полезны. Я буду стараться применять только те примеры, которые уже апробированы, которые показали эффекты, показали возможные и какие-то сложности. Я не скажу, что там они будут связаны с какими-то проблемами. Я хочу обратить внимание, что то, что я буду рассказывать, оно на самом деле доступно любому пользователю с компьютерными технологиями. Итак, я перехожу теперь к делу и открываю первый слайд. Все мы хорошо знаем, что такое глоссарий, насколько он важен при обучении как традиционной форме, так и с применением электронных, дистанционных образовательных технологий. И те из вас, которые используют различные технологии, в частности, Moodle, хотя и не только Moodle. На самом деле я сторонник полной свободы. Я не фанатик слепой, который уперся только в один Moodle. Я сторонник полиинструментального подхода. В данном примере глоссарий в системе Moodle я решил не сам создать, а использовать, точнее не использовать, а обратиться к студентам. Я всегда так стараюсь делать, если не договариваюсь, предлагаю, вы можете отказаться. И в данном случае они согласились, что они, студенты, самостоятельно из базового учебника, в данном случае это предмет экономика, образование, группа логопедов, это педагогический факультет Сочинского госуниверситета, очники, а также заочники, получают от меня задание. Ставить самостоятельно глоссарий. И тут очень четкая задача. Каждый готовит 10 терминов на свое усмотрение. Обратим внимание на еще один момент. Когда они будут выполнять это задание, термины не должны повторяться. То есть каждое размещение студентам нового термина в этом глоссарии должно предваряться просмотром, что написали другие товарищи-одногруппники. Я считаю, а мы применяем больно-рейтинговую систему очень давно, очень эффективная, кстати, система, что задание относительно сложное, и из 100 баллов за это задание студент получит до 10 баллов. Не автоматически. Сейчас объясню почему. Приветствую наличие комментариев, то есть обсуждение. Система это позволяет. Почему? Кто-то захочет дополнить словарные статьи своим определением. Кто-то захочет иточнить. Здесь мы получаем эффект такого социального конструкционизма, когда студенты дополняют мнение задания других студентов. Следующий момент связан с так называемой генификацией. Обратите внимание, маленькое задание, а точнее вид активности как наполнение глоссария ведет за собой целую цепочку интересных эффектов и для самих студентов, ну и для меня как автора этого курса, как преподавателя, доцента тоже положительные моменты, которые с одной стороны снижают мою трудоемкость, но при этом активизируют, мотивируют студентов глубже изучать предмет и выполнять задания также в игровой форме. В частности, я им сказал, что вы не просто будете составлять некий глоссарий. На основе этого вашего глоссария, который я, естественно, оценю, подредактирую, если надо, если там будут грубые ошибки или неточности, то вы получите игры. Первая игра – это кроссворд. При слове «играю» я всегда встречаю положительную мотивацию, интересных студентов, куда мы любим играть. И вот кроссворд. Если кто-то знает хорошо, если кто-то не в курсе, то напомню, что система сама случайным образом для каждого студента сформирует уникальный кроссворд на основе глоссария автоматически, то есть трудоемкость вообще минимальная. Но не только кроссворд, есть и другие игры. Однако, сколько-то все-таки не информатикой говорят, это гуманитарие, а точнее будущие педагоги, достаточно специфической будущей профессии, многопеды-дефиктовы, им иногда может быть сложно запомнить все какие-то мои инструкции, объяснения, как это я делаю. Но выход очень простой. О нем, об этом инструменте уже много раз говорилось о будущем и докладчиками. Создание скринкастов или запись с экрана. В течение до двух минут, причем без слов, студент кликает по инструкции, по видеоролику и может его остановить, вернуть и так далее. И по опыту они с первого раза понимают, как можно добавить словарную статью в глоссарий. Знаете? А как это сделал, вы видите, простая, так сказать, вроде бы и не юненько, как на восьмой форум. В этом на восьмом форуме я им делаю массовую рассылку для студентов. Этих групп учебных они получают. Если нужно, что-то не понимают, задают вопрос, естественно, получают ответ. Но просто, я считаю, это интересная такая юненько, о которой можно было бы ничего не сказать. Но мы видим, как в комплексе вот эти простейшие элементы технологические решают интересные педагогические задачи. Вот они посмотрели. Вот мы видим результаты их работы. Обратим внимание, что я с них всех прошу, это элемент информационной, сетевой, социальной культуры, размещать обязательно свои аватарчики, а точнее фотографии. Причем, говорим, на фоне там гор или моря какое-то, муравей сидит, а чтобы было видно глаза педагогента. Это также элемент, который делает такое сетевое взаимодействие, выполнение совместных задач в более интеллектуальной форме. Вот мы видим здесь, как тут комментариев я не писал, еще не писал, но уже выставляю оценочки. Как видите, карандашик, причем оценки разные, у кого-то максимальная, у кого-то минимальная, здесь примена накопительная шкала суммарная до 10 баллов, поэтому здесь стройка означает высший результат, 2 балла это хороший результат. Отчего это зависит? От своевременности. Кто успевает вовремя и точно уложиться, кто размещает в словарные статьи соответствующие заданиям в полном объеме, все получают максимальную оценку. Если студент допускает неточность, я вынужден редактировать, я сообщаю и оценка, и самым активным. Как только я подготовил это задание, начал выставлять оценочки, я их немедленно информирую. Дело в том, что они у меня по расписанию приходят практически гонять раз в неделю, лекционные раз в две недели, это небольшая высота, это не их основной предмет, это нормально, но я их постоянно информирую, что оценки можете посмотреть здесь. И кроссворд можете посмотреть по этой селости. Готовлю следующие игры. Желаю им успехов, что я постоянно эхо, везу в тонусе, чтобы они чувствовали, что я постоянно сниму, хоть и на расстоянии, информирую о том, что происходит. Вот я сделал кроссворд, они его получили. Вот мы видим вариант выполненного кроссворда студентам. То есть это сложные термины. Действительно они важны. Подоходный налог он правильно взял. Некоторые термины могут иметь и пробелы, я это пересмотрел, потому что это непростой. Экономика в сфере образования, точнее в образовании. И они выполняют это задание на основе самих же выполненных терминов от отделения кроссворда. Очень важно при этом, тоже не секрет, видеть так называемые биддата, большие данные, отслеживать их результаты, смотреть кто когда, какие оценки получил. То есть я постоянно смотрю, и если вижу, что что-то идет не по плану, могу их информировать, помочь, подсказать. Но это бывает редко, потому что в основном задание выполняется нормально. Вот здесь еще один момент, еще одна точнее игра. Дело в том, что уже готовы такие единики под названием games или игры в системе Moodle, и там есть такая игра, кроме кроссворда, там есть как стать миллионером, змейка и другие, и одна из них называется виселица. Слово знакомое с детства, но не очень удобное, не очень корректное, не очень подходящее для учебной деятельности. И я обратился к студенту с помощью. Давайте слово виселица, название игры, заменим на что-то другое. И нам очень понравилось предложение студентки обратиться к сериалу «Последний герой» и назвать им игру «Последний герой». Высота игры, вот мы видим на экране, вам выпала важная миссия. Если вы правильно выберете нужные буквы в определении их глоссария, то в последних жизни не виновного человека. То есть начинается некая интрига, появляется некое определение и появляется алфавит в конце. Ну как в поле следует. Нужно выбрать правильную букву. Если студент выбирает неправильную букву, она становится красной. Если правильная, она подставляется в этот термин, становится такой темной. И вот он вспоминает те определения, естественно, глоссарий должен изучить, чтобы успешно выполнить это задание. И при правильном размещении, выборе точнее правильной буквы, он видит нарастающую оценку в процентах за это задание, вот именно за это, а ниже общую оценку за эту игру. То есть в этой игре последний герой не один термин, а случайно выборка из того же глоссария, которое сделали студенты. Вот некая, я считаю, вот там изюминка, когда создается сценарий игры, отличающийся от того формата, который изложен изначально, и вот наш последний герой, они с удовольствием спасают, не дают нарисовать здесь туловище, ножки. Они будут здесь вырисовываться, если студент отвечает неправильно. надо спасти здесь человека, надо правильно знать глоссарий, все будет хорошо, и при этом, так уже догадываетесь, оценка заносится в его личный кондуит, в данной рейтинговую систему, накопительно, с учетом того распределения, которое заранее подготовлено. То есть они знают правила игры еще до начала освоения дисциплины, что за что они могут максимально получить, в том числе и право на автомат, есть такое право, закрытый навстречай директора, такая практика существует, если клиент успешно освоил, он имеет право получить ту или иную оценку. Ну, например, чтобы получить пятерку, он должен все равно выкинуть билет и сдать. Но если его устраивает четверка по сумме набранных баллов, он просто об этом сообщает преподавателю, преподаватель не тратит свое время и выставляет ему форму неофициально. Да, это похоже на детские игры, такой версии модулы, спасибо за вопросы. Это технология существует уже где-то лет 5 или 6, а точнее такие модули. Еще начиная с первой версии Moodle, я рад, что вы спрашиваете, и все эти игры перешли уже в версию 2.8, самую новейшую, они давным-давно есть. И не все преподаватели знают, а когда узнают, говорят, как это интересно, и у меня есть много коллег, моих бывших слушателей, просто коллег, которые с удовольствием применяют эти игровые курсы для освоения своих предметов. Да, действительно, Владимир Андропов дает ссылочку от версии 1 и выше этот модуль Moodle. Спасибо, я продолжаю дальше. То есть вот такие вот небольшие моменты, согласитесь, что они не должны вызывать особо технологических трудностей. Когда преподаватель или конструктор онлайн-курса просто выбирает элемент деятельности, в котором только указывает, допустим, время начала, окончания, сколько колоночек, строчек должно быть в кроссворде, сколько максимальное количество слов должно быть в кроссворде, ну и так далее, все на русском языке. И вот я продолжаю. По окончании такой игры, по окончании каждого этапа система поздравляет играть. Ну, может быть, слово бенчмаркинг я заменю на другое слово. Пока еще. Это оно по умолчанию стоит, бенчмаркинг. Ну, студент видит результат своего труда моментально. И видит в оценках рост своих баллов. Очень важно, когда мы взаимодействие со студентами, а также с нашими коллегами, имеем возможность взаимодействовать друг с другом. Тут нет никакой особой изменения, но здесь я хочу обратить внимание, что, например, когда мы приступили к открытому онлайн-курсу по освоению последней версии Moodle, просим знакомиться, представляться, мы видим, как коллеги на самом деле после знакомства, после представления друг другу начинают по-иному относиться друг к другу. Я хочу просто обратить внимание, чтобы и студенты также могли, чтобы вы при работе с онлайн-курсами элифицировали их на межличностное взаимодействие, в данном случае после представления вот такой слушательницы. У них появились между собой интересные, особые интересы. Они преподают одни и те же и подходные дисциплины, и они начинают работать в другом формате, в диалоговом формате, тоже в системе Moodle. Я чуть позже об этом скажу. Это тоже изюминка. Когда в ходе онлайн-заимодействия появляются какие-то совместные проекты. Следующее, пожалуй, это даже не изюминка, это особый педагогический прием, который очень удачно реализован в Moodle, но который пока у нас в России, да и зарубежонно-предсказуемо используется не так часто. Речь идет о гибких технологиях, о гибкой траектории обучения. Я не скажу, что она должна полностью исключить участие учителя-преподавателя. Но некоторые элементы, система позволяет, и вот один мир андропов здесь может подтвердить, система Moodle имеет очень полезные и чиновные виды людей. Давайте посмотрим, как это на этой схеме можно прокомментировать. Возможно, кто-то уже видел мои эти слайды и, может быть, захочет дополнить. Но те, которые не видели, посмотрите. Пока студент контент не просмотрит, он не видит и не имеет доступа к следующему виду деятельности. Например, когда он контент посмотрит, он тут же увидит предложение пройти некий тест. В данном случае, членный курс, цветоведение, это курс для слушателей, где они утренируются, пытаются изучить вот эти вот достаточно сложные технологии условного доступа. И вот в данном примере, если студент выполнил этот тест с успехом менее 50%, хуже, чем наполовину ответил, тогда система Moodle предлагает ему поиграть или упереть к какому-то дополнительному ресурсу. И только после этого ресурса, в данном случае он играет в игру по правильному распознаванию цветов, и если он просмотрит, поиграет незавно с этим результатом, ему система предлагает попробовать еще раз пройти тест. Там пишут сообщение, а теперь попробуйте пройти тест заново. Последовательно, в зависимости от успешности того или иного вида учебной деятельности, система подсказывает, ну, по сценарию, который заранее подготовил автор курса, педагог. И если после этого он опять неуспешно проходит, система заново предложит ему потренироваться. А если уже успешно, система Moodle дает ему доступ к следующему элементу, форум «Мой любимый цвет». Могу обратить внимание, что создание самих элементов, как контент, тест, какие-то ссылки на внешние сайты, размещение пояснений, работа с форумами, обычно у преподавателей, у педагогов не вызывает плотности. Здесь речь идет об этой изъемнике условный доступ, который фактически реализует элементы построения гибкой индивидуальной траектории обучения. Вот такая вот еще одна изъемненькая, еще одна часть. Тут надо обратить внимание, что мы все разные, ленты тоже, существует около 20 разновидностей и видов когнитивных типов человека. Есть и эстетики, аудиалы, визуалы. Одному достаточно посмотреть видео, другому лучше почитать текст. И вот здесь мы можем обеспечить более гибкий подход в ходе обучения, как дистанционного, так и с элементами дистанционного обучения при традиционном обучении. Вот я еще раз покажу пример этого условного доступа. Для преподавателя он настроил вот это вот серое, значит, студент не видит, текст не видит. Это вот именно в роли автора курса «Судент и видит иначе». Но здесь мы можем обратить внимание, что же такой полезный элемент, когда мы применяем условный доступ, появляется в системе галочки, которые появляются или автоматически, после выполнения задания, система проставляет такие галочки, студент сам себя контролирует, что он не делает. Или в некоторых случаях студент может вручную поставить себе галочку, обознать, что он этот контент прочитал, и ему это понятно. Я благодарю за вопрос кинестетически. Если вы пока, говорю, напишите, как вы сами понимаете его, тогда мне легче будет вам ответить. И, конечно, здесь не полная замена кинестетики, но, тем не менее, тут нужно уточнить вопрос. Ну, здесь это уже повторение давно известного приема, когда на курсах повышения квалификации или в ходе обучения какой-то сложный, труднозапоминаемый процесс, связанный с движением мышки, кинестетики, так сказать. Нужно логику совмещать с физическими, с техническими настройками, мы используем скрин-кассет. Не буду его производить, он идет без звука, потому что иногда у сотрудника вообще нет колонок на работе. Но видео воспроизводится, вот такой вот момент, я сейчас поучиваю, во всех кабинетах иногда хочется посмотреть, а колонок нет. Но за 2 минуты этот практический элемент слушателями хорошо осваивается. Следующая такая вот, на мой взгляд, интересная вещь, это из моей практики апробировано, она связана с написанием, с подготовкой, с защитой неких квалификационных работ, а также курсовых работ, или каких-то других расчетно-графических работ, когда идет отдельный процесс. И на одном из моих сайтов я размещаю такую информацию, расскажу коротко, что в таком курсе руководитель ЗКР, в этой методе квалификационной работы, не только размещает какие-то методические указания, какую-то информацию, там они поэтапно выполняют как в виде задания, есть такое или нет, задания, причем с календарным планированием поэтапно все пункты, такие как выбор темы, уточнение ее и закрепление. Это объемный пункт, и они могут ввести сфиксированную переписку. Не важно, там один дипломник, или два у него дипломника, это не важно. Главное, что все это фиксируется и сопровождается каждое событие введение на почту. Причем это и с очниками, и заочниками одинаково эффективно. Дальше пошли следующие этапы календарного плана. Тоже все фиксировано, все отслеживается. Мудл напоминает, что осталось два дня студенту или магистранту, осталось столько-то времени до завершения этапа, помогает руководителю в этом плане. И еще одна из именок, о которой не буду говорить, но возможно многие о ней слышали, это подготовка публичного выступления. До того, как будет предзащита, я прошу на оценку выполнить аудиозадание без видеокамеры, где они дома наговаривают свой текст. Я могу услышать их темп, их дикцию, время вмешаться. Более того, они еще могут возможность сами себя прослушать дома до отправки этого аудиозадания на оценку. И все из нас обладают, да я сам в единстве тоже не обладал таким ораторским уровнем скучного речи. И важно помочь, подсказать и по моему опыту вот такая система поддержки, подготовки к публичным защитам дает очень высокий результат. Независимо от того, был ли он отличником, был ли он троечником. Вот такая зима, о которой я сейчас не буду говорить технические моменты, но элемент аудиозадания для мудов также давно готов. Дополнительный модуль бесплатный. Все знаем, что мудов бесплатный. И считая технического сопровождения и серверов поддержки, это мы считаем, что у нас допустим есть, если надо, я могу подсказать, помочь, посоветовать, безвозмездно вот эти технические моменты, организационные моменты. Но сам учебный процесс, такая у курильника, есть, я обращаю внимание, на нее поступило немало положительных откликов, для того, что дайте нам готовый онлайн курс, можно передавать эти курсы друг другу спокойно, импортировать в другой вуз, без проблем, это легко делается, дайте нам готовый. Можно это судить, готовый такой курс, онлайн курс по подготовке и закупке и специальной работы. Очень важно, дорогие коллеги, когда мы что-то делаем, и то, что нам казалось бы, кажется очень важным, полезным, мы вкладываем в это время, старания, какие-то технологические решения, очень важно иметь обратную связь. И я делаю акцент на том, что я опрашиваю мнение студентов, многие это поменяют, после того, как они сдали в ходе сессии мой предмет, чтобы не было потом искажений, когда они могут подыгрывать. И очень интересная такая зимника, причем очень давно подготовлены и размещены в первой версии Moodle различные опросы, причем я хочу особо подчеркнуть, они были составлены педагогами, по официальным методикам, вот я тут даже даю ссылки, аббревиатура COLES, CONTRACTIVIT, ONLINE, LEARNING, ENVIRMENT, оболочка, конструктивистского, онлайн обучения, было защищено несколько диссертаций за рубежом, кто интересуется, можно это все найти, вот я бы даю ссылки всегда, правда там кое-что изменил в переводе, в увидел неточности, как вы знаете, Moodle позволяет любые слова, любые тексты, водолоски переводить несложно, и я им даю такие опросы, мне показалось в ходе общения с коллегами, на моих курсах повышения квалификации, что такие, анкеты используются крайне редко, я на это обращаю внимание, чтобы вы посмотрели на эти готовые встроенные анкеты по удовлетворенности и как они выглянуты, это вариант графика, который был построен еще в первой версии мобиль, во второй версии он еще более красивый, 10 группы признаков, которые отобразили своих анкетов, анкетов студенты, связь с профессией, роль критики, взаимодействия, роль преподавателя, роль группы, взаимопонимания, тех, вот такие адаптационные критерии были, не поздно представлять себя, видите, выпускников, я не совсем уловил вопрос и здесь смотрите они выбирают после сдачи сессии после сдачи моего предмета выбираются варианты и их ответы группируется вот это средняя их мнение допустим связь профессии выше среднего высоко а вот здесь мы видим разброс верхняя и нижняя дисперсия склонения если она невысокая это говорит о том что они не сговаривая лучше сходились во мнение если вот эта дисперсия мы видим начинает увеличиваться тогда делаем дело что она менее надежная кто в лес поподрала нас тоже не интересует средница вроде как хорошо роль критики а дисперсия показывает что этот результат недостаточно надежно с точки зрения статистической но если обратить внимание на все они хорошо но есть я профессии очень неплохо они оценили меня в данном случае роль преподавателя старался действительно помогал вникал периодически подталкивает и так далее неплохое взаимопонимание роль критики тоже неплохо но не и роль группы первокурс это тоже первокурсники только другого факультета они еще только начинают организовывать это внимание и только знакомиться по этой поступили поэтому еще этот показатель роль группы для них еще не очень понятно при этом каждый показатель допустим связь профессии в муду детализируется позволяет посмотреть из чего же состоит эта связь профессии из чего же состоит из первого курса мы говорим только то связано она состоит из фокуса но интересные темы это ведутся преподаватели раскрыть необходимость для практики я скажу этот предмет называется статистика сферы гостеприимства а на факультете туризма и сервиса и они сразу это не основной предмет статистика он привязан к их профессии там необходимо это обязательно отражать и на видеть что это получается какие-то навыки практические по расчете по расчету по анализу или менее каких-то статистических показателей это нехорошо это выделяет также они ходе опроса система позволяет детализировать ту же роль критики подход к обучению к своим взглядам чужим взглядом информации интересная методика тех которые и посмотрели этот вид встроенного опроса в муду я рекомендую обратить на него внимание он на русском языке как и все почти все в муду сделано и решение надо там или нет пока не мере при процедуре самообследования это часто пригождается взаимодействие также разбивается на частные показатели я буду сейчас на это особо тратить время роль преподавателя тоже не просто так роль преподавателя она детализирует преподаватель например иметь стимулировать мышление я стараюсь гуманитарное образование инженерное и от разных сторон стараюсь отдать их внимание на различные спекты измельтенности в моем предмете стимулирует мышление вдохновляет моделирует хорошее осуждение то есть по их мнению у меня получается создавать модели образы будущих ситуаций будущих профессиональных действий в их работе и все это в рамках предметов вот это им понравилось вот там на самом деле около 40 вопроса вы не подумайте работа отмечали на галочки ставили оценочки и мудоков тропа к эмбирам причем еще и самовыражение роль группы как мы уже отметили в этом опроснике получилось до выше среднего но не но не так часто как можно было бы в идеале и и почти всегда тоже здесь не видеть следующий элемент измельки которым я не могу не упомянуть когда мы применяем дистанционные технологии создаем онлайн курсы мы сталкиваемся с тем что могут возникать те ситуации те моменты которые ну мы как-то может быть недостаточно хорошо проработали и это больше наверно касается организаторов учебного процесса в учебных заведениях это наличие системы онлайн поддержки или онлайн наиболее частая ситуация забывает логин и параллит и иметь штаб технической поддержки это очень важно вот качестве такого элемента я размещаю такой бейджик на каждой странице моих сайтов он них ваш помощник называю вот они задают вопрос например про мобильные устройства я тут отвечаю ответ это тот же элемент социализации это элемент технической поддержки причем сразу отметим если меня на сайте нет в это время все их сообщения попадают к системе ну как не буду говорить мне тоже измененько где фиксируется момент поступления заявки или вопроса как от студента так и сотрудникам ему сообщается ответ о выполненной мною заявки при этом он может не принять мою заявку или моих помощников вернуть ее на до выполнения вот такая интересная получается совокупность чат в онлайн и офлайн конференции моделирующих озарение сейчас я закончу вот я рекомендую вроде бы достаточно известная вещь кстати чат именно в муду сделан крайне неудачно хоть там есть истории и так далее я использую чат от и хоть не хочу рекламировать просто много думал много пробовал и вот от зо им зо им ну . ком не буду писать очень хороший чат зофицированный бесплатной поддержкой для одного оператора можно попробовать и размещать на своих сайтах причем также и для приемной комиссии или по каким-то другим вопросам связанным с онлайн поддержкой обучая очень важно дорогие коллеги все наши события информировать не только обо всех наших планах наших каких-то учебных но и связанных с коллегами со студентами с преподавателями сотрудниками информировать здесь мы видим обычный новостной форум рассылаемый где мы можем помочь нашим коллегам узнать о чем-то новом и таким событиям ярким событиям было заседание мрг рабочей группы хочу сказать что это наверное одна из самых главных наших известных на сегодня и правительство и госдума обращают внимание на данные условия для развития дистанционного обучения об исключении барьера может быть это даже не техническая и не педагогическая и методическая языка это та языка которая нам очень нужна и мы будем ждать министерство образования сообщества в сфере образования получат вот это решение когда исключат ограничения по площадям стадионам и сестрам и так далее вот это наверное та языка которой сейчас нам пока не хватает но я уверен что в ближайшее время максимум полгода мы получим положительное решение и дистанционные образовательные технологии получат второе дыхание в россии получат руководители учебных заведений организаций в корпоративном секторе которые занимаются обучением получат хороший импульс положительный импульс на мой взгляд будет очень важный взгляд мы видим такие сигналы что наша власть поддерживает это направление ну вот я здесь привожу пример еще очередной новости но здесь интересен вопрос любая новость она не сматывает обратную связь и здесь поступил вопрос который возможно возник нужно ли быть профессионалом компьютерщиком программистом чтобы вот эти и другие масса кито именно осваивать я хочу вот здесь я уже ответил на коллеге еще раз ответить что на самом деле технически это не так уж и сложно освоить элементы глоссарий там еще какой-то элемент можно очень быстро гораздо сложнее вот я писал согласно с мариной и финал наш другими коллегами из педагогического сообщества понимать методику цель педагогические замысел правильно формировать это тоже не сложно и вот как раз сегодняшнее наше мероприятие помогает нам совокупности и технологии и методики и теорию обучения образованию вот тот элемент еще одна из них как когда на сайте любой желающий может войти в диалог с одним или более другим участником на свое усмотрение индивидуальное или групповое проектное взаимодействие оказывается мы часто занимаемся этими онлайн технологиями делаем одну и ту же работу по одному и тому же предмету решаем одни и те же вопросы и когда вот такие обмены происходят нужно дать возможность объединиться объединиться уже чисто по какому-то проекту по какому-то онлайн курсу это еще одна из них этот модуль называется диалоги так назывался диалоги это мини форум тоже древовидный формат там тоже можно высылать серии файлов там каждая запись фиксируется их никто не видит а каждый из них может согласиться на этот диалог или отказаться в последующем но это очень удобный формат когда мы работаем в распределенном времени и разных местах вот пока вот интересная резинка которая уже показывает положительный эффект когда люди знакомятся по какой-то тематике начинает договариваться обмениваться опытом есть еще обмениваться я сейчас только назову ее название они мало кто знает а пожалуй только владимир андропов здесь я видел а башни или разобрались вот я точно скажу репозиторий компетентности здесь не ошибка не оговорка именно так звучит у разработчиков этот модуль позволяет решать очень интересные задачи которые пока предусмотрен наших федеральных гостандарт формирования компетенций но технологически организационно пока не работают мы составляем списки компетенций наших рабочих программах дисциплин мы их согласовываем такими же компетенциями в других дисциплинах но фактически ходе любого обучения там паниционного дисциплина мы не сводим результат освоения этих компетенций во что-то одно целое и петрова это компетенция отдельно у сидорова тоже самая компетенция тоже есть он отдельно но они в итоге не сводятся вот этот репозиторий компетенций пожалуйста тема специального отдельного доклада может быть даже исследования но сам модуль рост официрован апробирован я его апробировал на несколько раз на курсах повышения квалификации то есть не на студентах а именно в ходе обучения в ППС и оптики очень позитивны возможно это будущее ребенка который еще ждет своего часа формировать эти компетенции когда обучаемый декларирует подает декларацию компетенций компетентность не можно заменить на компетенцию легко так вот этот момент это то будущее как мне кажется которое позволит до конца решить модель компетентность не модель российскому брожевого да вот именно у владимира андропа видел замечательный видеоролик как он это все настроил у клиентов и на русском языке расписал все они просто списки компетенций мы по каждой это тоже я делал и показывать чем она подтверждает например выступление на семинаре выполнение теста еще что угодно может быть на плане преподавателя для того чтобы студент было видно откуда эта компетенция была получена и подтверждена может быть даже и не одним преподавателем бывает и ассистент участвует бывает и несколько ассистентов участвует вот все это там параллельно расписываться распределяться вот эту компетенцию ведет этот ассистент вот эту вот этот ассистент эти права на подтверждение этих компетенций очень мощный блок колоссальная изюминка но оговорить сразу это наше будущее и пожалуй завершаю мой доклад если у меня еще сколько там изюминка осталось родит я уже все время есть да я сейчас ответил на все эти вопросы та изюминка которую не могу помянуть связанные с антиплогиатом и сейчас я показываю не то что уже у меня допустим применено а показываю то что может быть и речь идет об интеграции системы термитой не российская к сожалению разработка но она обладает очень интересные возможности мой минус то что не такая я не смог у них вытянуть цены вопросы они не говорят они находятся в лондоне но вот само направление меня заинтересовало эта система антиплогиата как мы видим интегрируется в различные платформы некоторые вам хорошо известны некоторые не очень например муду многие использовали но не только муду вот она давно существует я скажу что вот я использую в муду интеграцию с ефорус голландская фирма которая была выкатрена и пересла поставки а вот ефорус хорошо работает то есть студент посылает в муду письменное задание в дипломную работу или главу дипломной работы и что что угодно и система интегрированная с ефорусом мне показывает не просто процент лагиата но и как бы многие работают с такими системами а сути где эти слова эти цитаты где размещены в интернете все казалось бы хорошо и работает замечательно именно интегрированная я могу вернуть эффект на доработку еще и доказательствами что он плохо выполнен и что еще здесь интересно именно актерный тынь по просмотру совпадений вы видите сколько чего где откуда все это я не буду детализировать это как бы решенная задача просмотр первоисточников здесь можно обратить внимание на то что мы на сегодня не можем проверить плагиат из других языков это он взял и перевел хорошо перевод английского языка и хочет выдать его за свой так вот это я сразу обратил внимание что вот эта система тернет и она позволяет и эту задачу решить выявить что этот магистрант или дипломник или просто студент неважно он использовал перевод качественного выполнен из такого-то иностранного источника вот этого пока еще нигде не видел сам говорил не применял не проверял но обращаю для себя внимание это интересно на мой взгляд интересные деньги и действительно это пока единственная такая программа которая связана с другими иностранными языками не только с ростом но здесь пошли такие еще технически интересные кто знает технологии кто сталкивается этот файл может быть и какие-то Google Drive и кто угодно проверяет и даже презентации и другие форматы файлов ну как презентацию проверить на то что она чья-то чужая эта система действительно позволяет и OpenOffice и так далее и так далее а такое может быть и по крайней мере мы не должны рисковать здесь также я обратил внимание что очень различные самые разнообразные направления деятельности или направление науки и техники и искусств и так далее эта система позволяет еще и такая такая вещь как ортографические и лексические и стилистические ошибки но видим минус она грамматику проверяет на английском языке то есть те кто занимаются обучением лексика могут получить неплохое подспорье вот тут уже пожалуй не интересно helpdesk и техподдержка это не есть может быть вот я жду некий такой взрывчик на рынке думаю что здесь интереснее нас будет события по борьбе с антиплодиатом по моему мое время уже заканчивается я должен ответить на вопросы наших коллег да мы используем антиплодиат необходимость них есть поскольку по выпускным квалификационным работам есть жесткое четкое требование они должны быть в высших учебных заведениях про средние ничего не знаю я кого не слышал но высших заведений есть особенно при защите квалификационных самолитовских кандидатских так далее отношение преподавателей к плагиату может быть разным я говорю только о том что является как бы решение внутривузовским решением там где это не то решение надо использовать если оно есть значит мы начинаем искать интернетарий осваивать его и я об этом вот использую может и плагин антиплодиат в этом случае да конечно может помочь я никогда их не ругаю я просто им выставляю оценку между творителем говорю надо еще поработать я вижу что ты старался но так делать не стоит или просто направляю на доработку они видят они понимают что я все их некорректные такие заимствования вижу и мне это помогает это я не хочу рисковать когда на публичной защите это кто-то из коллег и даже кулуарно мне сказали Юрий Николаевич не понимаешь я тоже читал у тебя он там набрал со стороны мне это помогает вот такая вот технология Владимир Кулин ссылочку на это что значит на это описание не понял вопрос сейчас пожалуйста какую литературу дорогие коллеги литературу по моду к сожалению почти нормальной на русском языке я почти не видел если она и есть она уже исторевшая и в этом плане я летом поработал нашел интересный курс Ребеки Барингсон из Лондона у нее открытый бесплатный курс я перевел у нее лицензия позволяет использовать копии и вот мы как раз Владимир Андропов такой курс открыли где на русском языке целый онлайн бесплатный курс для всех желающих по работе с Moodle с тренировочками заданиями вплоть до выдачи сертификата если кому надо я все очки дам но на самом деле Moodle несмотря на массу полезностей он имеет на русском языке хорошего учебника так репозиторий да совершенно верно Владимир это французская разработка открытая из Лионского университета Франции могу сказать что это репозиторий компетентности вы правильно пишете был официальным министерством образования Франции принят как официальный стандарт при выдаче сертификата у них там такая система диплом ничего не значит для работодателя если не будет такой сертификат и там два варианта один дорогой где-то за 30 тысяч евро продается этот аналог репозитория и бесплатный который сделан в Moodle и он у них официально применяет то есть я упомянул эту извинку не зря это мощная практика уже где-то лет пять они официально применяют во Франции это так что еще вопросы не забыть попытки создания заданий моделирующих и обучающихся инсайд озарение знаете коллеги я постоянно сталкиваюсь с этим озарением у моих студентов когда и очников и заочников и студентов обучающихся применением дистанционных образовательных технологий особенно ярко это возникает при решении кейсовой технологии я тут не рассказывал ну например задается проблемная ситуация предлагается им разбиться на группы в каждой группе взять выбрать должность директор замдиректора руководителя безопасности и они внутри этих групп решают естественно оценку в итоге решают проблемные ситуации с неочевидным решением где преподаватель как руководитель этой игры постоянно может подкидывать какие-то нестандартные ситуации и в ходе таких игр кстати применяется примитивный элемент форум еще форумы происходят но форум разделены на подгруппы на потоки и они придумывают находят доказательства обоснования нестандартное мышление возникает второй пример озарения когда меня студенты вообще не связаны с информатикой просят а научите меня сделать кринкаст а мне это нравится а научите меня как вы делаете вот там копирование фрагмента окошка что послать его кому-то каких-то графических редакторов да еще и со стрелочками вот то есть совершенно неожиданные какие-то вопросы я конечно не помогаю но самое интересное когда они они я им подсказал как это делается, привел и они даже сами придумывают. Создают такие игровые ситуации и я считаю такое интересное озарение, когда они сами москву и продину столько создают. Вопрос от Тамары Зернаковой, это на Google с помощью Club.ru я не понял вопрос. Что касается Google, я его тоже использую, но для размещения каких-то документов для совместной работы и моего контента. Я очень часто там это использую. Вопрос у нас в Любору не уравнивает. Да, вот насчет Натальи Калиниенко, еще раз вам спасибо, что согласились поменяться со мной местами. Очень сильная изюминка, я сейчас еще раз упоминаю Владимира Андропова, портфолио на основе Moodle, где он выбирает сам, что он хочет. Вот он написал классное какое-то там решение, получил в ходе дискуссии, может быть, в ходе игры, высокую оценку преподавателя. Он хочет ввести ее в свое портфолио для будущего работодателя. Вот Moodle позволяет эти вещи накапливать в свое портфолио. Там и видео может быть, результаты каких-то промежуточного, текущего контроля. Он формирует. Мы пока в России, вот Светлана Валерина Панюкова этим активно занимается, мы пока в России еще не научились формировать такое портфолио. Вот с точки зрения технологии, она есть. И нужно просто этим заниматься, спрашивать друг у друга, обменивать, что такое портфолио может формировать. То есть это открытая система, которую студент сам для себя, не преподаватель, а сам для себя формирует по своей точке зрения. Вот насчет темистических. Все, что связано с темистическим движением, темистический способ передачи информации. Все, что связано с отлуховым, я не специалист, как скажу сразу, в этой части. Ну, я уже говорил, что это связано с физической работой, надо ручками взять, что-то выполнить. Это одно, другое дело, просто взял, прочитал, и все понял. Затрудняюсь детализировать ваш вопрос про темистический способ передачи информации. Вопросы все явные. Так, ну, вроде бы на все вопросы я ответил, но не знаю, сколько, так, создать мультимидио-трехозичный дегулкиров на Mind.com. Я вот услышал выступление предыдущего докладчика, я очень много пробовал с этими MyMap. MyMap это хорошо, это иллюстративный, ссылочный, информационный ресурс. Но если мы говорим о комплексе, о других видах деятельности, игры и так далее, там, глоссарии, около двухсот модулей, которые я вот не считал, на сегодня существуют. MyMap это только один из хороших способов дополнения в обучении, но полностью курс на MyMap, контролем, обратные связи, я пока не знаю. Это вот Халиме совет обратить вам к Халиме. Если кто-то не получил ответ на мой вопрос, прошу написать символ вопроса. Идем. Игорь Николаевич, здесь вот просят ссылку на курс обучения в МОГЛИ. Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо за вопросы. Я не знаю, насколько мои зеленьки были для вас вкусные, но могу еще рассказать, просто люди наиболее такие популярные, наиболее. Да, Игорь Николаевич, здесь вот вопрос был, есть ли сайты, где нормативные документы даны на двух и более языках, вот это Халиме. Пожалуйста, смотрите. Сайт, я плохо расслышал звук, сайт про нормативные правовые? Здесь вот в чате написано Халима, живу в Махале, и наши молодые невестки после перерыва по уходу за детьми и за трех лет выходят на работу. Многие хотят быть трехязычными бухгалтерами зарубежных компаний. Есть ли сайты, где нормативные документы даны на двух и трех более языков? Хочу создать мультимедиа для трехязычных бухгалтеров на Майндском. Извините, да. Уважаемая Халима Азимова, я вас хорошо знаю, мы сами говорили в скайпе. Я не занимаюсь бухгалтерскими, тем более трехязычными курсами. Я поддерживаю ваше намерение, но больно, что я не смогу вам помочь. Это не является моей книжинкой. Нету информацию о трехязычном бухгалтерском курсе. Спасибо. Так вы хотите создать мультимедиа или обучить невестам? Я вот прочитал и в растерянности, что же ответить? Создавать, пожалуйста, обучать. Не знаю, где на бухгалтеровке это известно можно обучить. Спасибо за вопрос. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Поделились очень хорошие порции, скажем, изюма нам дали. Спасибо большое, коллеги. Если у вас остались вопросы, но, к сожалению, время заканчивается. Тогда вы, пожалуйста, нам в отзывы спишите, надеяться Юрию Николаевичу передадим. Юрий Николаевич, еще раз большое вам спасибо. Было очень интересно. Я думаю, коллеги как раз тоже прошу. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok